Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Сергей Трейсер. В общем, еду сейчас на встречу с таким чуваком Камрад. Я уверен, многие из вас его знают, там видели в видосах у Сусанина, еще может где-то вообще такой харизматичный персонаж. Странно, почему он не блогер еще, но не знаю, мы это у него потом спросим. В общем, ребята, решил себя попробовать в таком деле, как поиски с металлоискателем. Я не знаю, как это правильно называется, копка, коп или как, короче, исправьте меня в комментах, но я уверен, что к концу этого видоса я все вот эти моменты буду знать, случайно пипик нажал. Короче, еще не знаю, понравится мне это или нет, потому что мне всегда почему-то нравились такие вещи, типа как более активный отдых, а вот рыбалка, грибы, металлоискатель. Более спокойное такое времяпровождение, оно уже, знаете, для более взрослых людей, но я уже, в принципе, тоже, можно сказать, старпер маленько, поэтому уже пробую себя в рыбалочке, там на грибы ходил, видос не снимал, конечно. Но сейчас попробуем себя в поисках каких-то сокровищ, и, может быть, мне это понравится. Решил пока что вот себе металлоискатель не покупать, потому как, ну, если брать металлоискатель, то брать хороший, а вдруг не понравится, короче, зря потраченные деньги, поэтому сегодня встречаюсь с комрадом, он взял мне какой-то неплохой металлоискатель, сказал. Короче, едем сейчас навстречу и, собственно, будем с ним знакомиться. Все, ребята, упал я уже на хвост к комраду, и сейчас он ведет меня в какие-то такие дебри. Смотрите, с двух сторон лес, такое ощущение, что мы где-то в Чернобыле. Но, ребята, это не Чернобыль, это всего лишь Житомирская область, здесь офигенская природа. Все, друзья, мы приехали в такой вот лес. Леха, привет. Здорово. Серега. Илюха. Серега. Лёня Скоростышева, это Илюха Скиева, Илюха Копатель, деда обманыватель. Слушай, куда мы приехали? Почему мы приехали в лес? Мы приехали, тут проходил старый тракт, старая дорога между селами, вот, и по старинной карте, по старинной карте я только что тебе показывал, сейчас покажу еще ребятам, вот видите, мы стоим в лесу, в лесу, и вот между нами как раз вот проходит дорога, вот дорога. Вот тут били родники, это было очень хорошее место для поселений, вот есть еще, это карта 1860, получается, седьмого года, вот, 1867 года карта, есть карта, которая старше, покажи, ее с 30-го. Начало 20-го. Да, вот это все квадратики, это дома уже. То есть раньше здесь было какое-то поселение, были дома? Да, были хутора, хутора стояли, много очень дворов стояло, постоянно было какое-то движение, ну и дома, хоть показаны на карте 1920-30-х годов, но люди всегда стелились в одном месте, то есть тут попадаются и польские монеты средневековые, и Екатерины второй монеты попадаются, и Николая второго, то есть разброс очень колоссальный. Алексей, какие прогнозы на то, что мы сегодня найдем, я не знаю, там, сундук с золотыми монетами? Ну, смотри, я в этом месте не копал, я вот взял проводники карастышевского копателя Леонида, Леоню. Леоня, скажи, вот, ну, сто процентов что-то найдем, какую-то монету. Да, здесь ранние советы, поздние цари, ранние цари, Александр первый, и в этих лесах я находил вот такие, Екатерин. А это вообще ценные монеты какие-то или нет? Это просто, они не ценные. Я просто вообще не разбираюсь. Ну, не очень ценные, есть экземпляры, я нашел один довольно-таки редкий экземпляр таврического монетного двора. Ну, позже... А вообще среди всех ваших копов, или как это правильно называется, что самое ценное вы находили? Ценные, да я лично ничего особо, ну, золото находил. Ничего особо, говорит, золото находил, ничего особо. А большой кусок? Нет, 2 грамма. А, немного. Это ценности никакой, просто эффект такой. Я понял. Я просто уже говорил в начале ролика, я никогда не копал, в принципе, решил просто попробовать. Пока что я не укололся, интереса особого нет. Леха, а ты что самое ценное находил? Я подумал и кладики интересные. Клады, то есть, как бы... Да, есть монеты, вот ты на нее смотришь. Вроде бы простая монета, там, Петровская, но начинаешь рыться по каталогу, она по каталогу, по нумизматической ценности может достигать ценности, там, 3, 5, 10 тысяч долларов. То есть, такое редко оно бывает, редко оно бывает, повторюсь. То есть, везет не каждому, но это как дофамин, ну, это как ломка, то есть, хобби такое, как вот знаешь... Ты никогда не знаешь, что найдешь. Ну, да. Ты можешь, вот, есть такая даже поговорка, копнул лопатой и стал богатым. Копнул лопатой и уже богатым. Вообще, смотри, вот, извини, перебью тебя. Очень много людей сейчас копает и так далее. Ну, мне лично кажется, что люди уже все, что можно было, давно нашли. То есть, насколько это правда? Потому что, допустим, еще лет 50-100 назад, типа, явно никто не ходил, вот так, как мы с металлоискателями не искали и в земле больше зарытого всего было. Ну, та штука в том, что ваш клад, твой клад, именно никто не найдет. Очень много факторов влияет. Появляются новые металлоискатели. Вот, например, металлоискатель Рутус, он многочастотный уже. Вот, то есть, многочастота. Если раньше были одночастотные металлоискатели, сейчас двигается частота. Придумывают новые ДД-катушки какие-то. Придумывают очень много вещей, которые, ну, то есть, постоянно глубина обнаружения увеличивается. Сейчас же детекторы с более мощными процессорами обрабатывают сигналы. Ну, то есть, все ускоряется, ускоряется мир, прогресс. И поэтому шансов найти все больше и больше открывается новых мест. Потом, корчуют лес, постоянно переворачивают, перепахивают поле. Поэтому, ну, то есть, если суждено найти, то человек найдет. То есть, ваш клад, как я всегда говорю поисковикам, комрадам, что ваш клад от вас никогда не уйдет. Вот. Если суждено вам найти, вы найдете. Ну, все, я уже, в принципе, загорелся вот этими историями. Расскажу еще одну историю. Вот у нас парень, Никита Королев, тоже нашел железную такую штучку и думает, ну, возьму ее, положу себе в Хабарницу. То есть, принес домой, не знает, что это вообще. Выложил, говорит, тут буду сдавать на металлолом. А ему подсказывают, это яблочко от меча, 10-й век, посеребрение. В общем, выставил он на аукцион, реализовал там за больше, чем 40 тысяч. 70 тысяч. 70 тысяч. За кусок железки. За кусок железки он хотел его выкинуть. Нет, так причем, на самом деле, история заключается не в том, что он ее нашел. До него уже кто-то нашел. И выкинул. Покрутил в руках, думает, ну, хрень. Выкинул и пошел себе. То есть, она сверху лежала, но ее чуть ли не визуально. Вот поэтому, друзья, надо изучать историю своего края. Надо понимать, что ты находишься. Да, надо изучать, атрибутировать все вещи и не выкидывать, не выкидывать то, что вы нашли. Все складываете в Хабарницу, домой приносите, разбираете, изучаете историю, что это может быть. По средневековью что-то, либо позже, либо раньше, может быть по царизму. Вот как ты, например, ты нашел кусочек золота, ты же не знал, что это такое, да? Я вообще думал с серьезкой, да. Да, то есть, думал вообще, что алюминиевое что-то современное. А потом подсказали, да. Что это от часов, кусочек украшения от наручных часов. Ну, то есть, таким образом. Я думаю, там вся эта цепочка, надо просто пошурфить там, да? Надо искать, да. Снайпер, конечно. Да. Ну, я понял. И самое интересное хобби еще вот, если сравнить с рыбалкой, то на рыбалке, ты знаешь, ты поймаешь карася или там окуня какого-то. Ну, то есть, предсказуемо. На копии ты не знаешь, что ты найдешь. Ты идешь, и ты можешь найти все, что угодно. То есть, в этом элемент неожиданности, адреналину. Не сама, да, еще и сама эта ценность находки, как вот именно, ну, это хобби. Да, это прежде всего хобби, это не какой-то там способ обогащения. Но тоже нельзя сказать, что есть люди, которым везет, есть, которым не везет. Но в любом случае, именно копают ради азарта, ради эмоций, ради адреналина, ради приятных встреч с друзьями. Ну, то есть, вот такого плана. Поэтому я думаю, что ты сейчас кайфанешь, особенно если найдешь свою сегодня первую монету, будет вообще бомба. В общем, Алексей, я, честно, не умею вообще этими штуками пользоваться. Мы сейчас все расскажем, покажем. Тут все просто, то есть, детекторы современные. Включил и пошел, настроил, железо отсечем тебе, чтобы ты железный сигнал не копал. Ну, может, какой-то топор средневековый пропустишь. Ну, ничего страшного, мы подберем. Ну, что, погнали. Да, погнали. Да, параллельно вот так вот ходишь. Сигналы, которые повторяются при проводке крестом, вправо-влево-вверх-вниз копаешь. Потому как ты новичок, ну, понимаешь, да, чтобы ты не копал там ржавые шкарабанки. Лучше четко. Вправо-влево-вверх-вниз сигнал повторился. Годограф показывает то, что надо. В цвет закидывает. Копаешь такой сигнал, находишь и показываешь, что там непосредственно. Можем сейчас включить. Я для проверки врума нет уже. Как он включает? А, вот вижу, да? Да, кнопку нажимаю. Это идет сейчас отстройка от грунта. Сейчас будет отстройка. Это вообще хороший металлоискатель? Да, это уже профессионального уровня. Тут годограф даже есть и многочастот. Теперь для проверки. Вот бросаю монетку и вот так вот четко. Видишь, когда четкий сигнал и четкая годограмма. Ровная палочка. Это значит, что вот цветной сигнал 78 это медь. А вообще на какой глубине он может там что-то найти? Ну, я не знаю, ну, надо сейчас... Сейчас чувствительность увеличим. Да, чувствительность. Монета где-то 35-40 сантиметров в зависимости от величины монеты. Крупный металл 1,5-2. Если танк, конечно, будет лежать, мы его сразу... Давно в Чили установили русского робота-консультанта, который помогает делать выбор среди 120 тысяч товаров. Скоро такие роботы будут во всей сети магазинов Волмор. Компания Авалон уже окупила инвестиции в этот проект до 170%. Потому что в их команде топовые прогнозисты и аналитики, которые умеют оценивать риски и считать прибыль. Они вкладывают свои средства в развитие перспективных технологий и стартапов. А затем получают хороший кэш каждый день. А именно 1,3% каждый день к вложенным средствам. Авалон открыт для всех офисов Москва-Сити и круглосуточная горячая линия. Эта площадка стабильна и надежна, потому что берет все риски на себя и регулярно выплачивает средства своим вкладчикам уже 7 лет. Инвесторов компании Авалон уже более 150 тысяч. Ты можешь стать одним из них, пройдя по ссылке в описании, быструю и простую регистрацию. Вот, ребята, мой личный кабинет. Уже неоднократно его показывал. В общем, начать можно со 100 рублей. Склад сделать на сутки, проверить все. У меня активных депозитов 42 тысячи рублей. Давайте вам покажу. Я в прошлом видосе показывал. Вот у меня есть депозит на 7 дней, на 14 и на 28. Собственно, ссылочка в описании. Можете начать со 100 рублей. Простейшая регистрация. В общем, ребята, не успели еще, так сказать, собраться для того, чтобы копать. Давай. Ну, такой длинноватый сигнал, конечно. 96-95. Это говорит о том, что... Это говорит о том, что, да, возможно, медь. Вот, я на динамику. 81 четкий. А что на договорах показывает? 81 четкий, я же говорю. Ну, копай. Я в шоке. Я тут сходил уже. Только атаку. Не, ну не факт, что монета, конечно. Да, монета. А это что за прибор для более точной доводки, типа, да? Да, для точного определения. Это для ленивых. Вот, за три. Офигеть. 3 копейки 24-го, да? За три. Красота. Можно построить? Да. Красота. Только отошел, плечил прибор. То есть, это, получается, ранний Советский Союз? Да, это ранние Советы. Ну, тут, соответственно, стояли до войны, до 1943-го года. Сам еще не успел отснять. А самое интересное, это 24-й год. А если был бы сейчас 25-й, то стоило примерно тысячу-полторы долларов. Ну, это редкость. 24-й год. Ну, опять же, надо смотреть еще по гурту. То есть, это из-за тиражности, да? Там был маленький тираж, то есть... Офигеть. Вот так вот. В этих монетах надо хорошо разбираться. Там куча разновидностей, разный там вид. Перечеканов на чеканов. А данная монета какую-то ценность несет? Конечно. Конечно несет. Какие-то там свои долларов 5, она точно стоит. От 5 и выше. Нормально она. Тут надо смотреть по штемпелям, по вот этим всем вещам. Тут вот герб раннего Советского Союза. Она достаточно хорошо сохранилась, да? Да, это песочный сохран. В общем, ребята, еще не успели отойти. Я решил тут такие тренировочные махи сделать. И смотрите. Сразу сигнал есть какой-то. Вот здесь походу. Держи пинпоинтер для точного определения. А я руками копаю, без пина. Потому что пинпоинт это чиперство. Не прочувствуешь всю силу земли. Где-то вот тут осталось, да, Пэдди? Да, и тут. Уже за пином можно... Вот она. Вот она твоя первая находка. Там даже можно прочитать. Житомир. Это отводки походу какой-то. Это самая частая находка поисковика. Так, я надеялся, что я золотую монету минимум раз 5 больше найду. Но ничего, ребята. Это всего лишь первая. Но тут еще рядом сигнал был. Никто не знает, как поисковики, сколько в СССР бухали. Реально. Просто. Будет очень множество пробок. Но ради этого и копаем. Где-то вот тут, я так понял. Да, я думаю, закапываем. Будем на этом попробовать. Это, походу, от той же самой бутылки. Ну что, ребята, начало положено неплохое. Несмотря на то, что я от водки какую-то крышечку выкопал. Но пока что ходим. Особо ничего не пищит. Хотя мне на старте показалось, что у нас тут каждую минуту будет какая-то новая монета. Нет, это как медитация. Ты ходишь, расслабляйся, ни о чем не думаешь, получаешь кайф. То есть находок может вообще и час не быть. То есть это как повезет. Смотрите, что-то нашел. Давайте его отцентруем. Все, где-то вот тут. Блин, ребята, чувствую, что-то нашел. Наверное, вообще самая большая в мире золотая монета. Но что-то я ее не могу, короче, определить. Что-то, короче, у меня 70-80, но я не могу найти. А можешь это тоже более опытной рукой, так сказать, провести тут? Где-то... Вроде вот тут сначала было, потом тут. Вот тут где-то, мне кажется. Ну да, тут есть что-то. Вот тут вот ближе. Вот этой куче где-то? Да, пинпоинтера нет. А-а. А этот и шел, да? Да, очень удобно было, кстати, той штучкой такой довести. Леня! Дай пин! У тебя еще часы на руках, понимаешь? Я бы тебе сказал, что, типа, возьми вот так вот, положи и бери вот, и води вот так вот, ну то есть, вот. Но у тебя часы на руке. Нет, так у меня другая рука еще есть. А, ну если так, то да. Уже пин? Да! Без пина. Это может помехи давать тоже, да? Да, да, да. И его убираем, и пинами работаем. А где он весь? Да тут уже непонятно. Показывай, тут был двойной сигнал. И вот тут, по-моему, еще один. Тут у тебя два сигнала было, да? Ну, вроде как, да. Это что? Медь получается. Это алюминиевая сигнала. Капец. Ну, из-за того, что она большая. Да, блин, столько времени потратили. Там у нас еще есть один сигнал, но... Серебруха, тот же период, что и 3 копейки. 25-й год. 25-й год. Это та редкая, о которой ты говорил? Ну, относительно, нет. Было бы 31-й, было бы круто. А так это, в принципе, ходячка, но серебро приятно все равно. Я серебро нашел. Круто. Поздравляю, надо обрывать. Ты задобрил деда хабара. Поздравляю. Первая серебруха, это к удаче. Если человек находит серебро, либо он еще что-то найдет, или вообще ничего не найдет. Прозвони. Зачастую так и есть. Прозвони еще ямку. Так, я пошел, короче, копать. Там у меня еще был сигнал. Я прям чувствую, что там, пацаны, золотая монета. Причем такая большая, килограмма на 3. Так. Все, пищит эта пищалка. Значит, 100% есть монета. Ребята, где-то тут монета есть. Сейчас до Китая докопаюсь, но найду эту монету. Разрыл такую яму, что уже ничего не пищит. А не, пищит. Плюс 84. Все, монета там. Копаем. Все, вот тут она. Есть, нашел. Ух ты. Я нашел. Что нашел? Деньга, 1735 год. Отлично вообще. Круто. И тут какой-то герб, типа, как польский, я не разбираюсь. Курочка? Да, двухголовая. А, ну, это российский старый. Офигеть, ребята, я чувствовал, что там монета. Круто. А что, кому ее теперь продавать? На аукционе. Не, серьезно. Да тебе оставлю себе. Не, я понятное дело себе оставлю, типа, ну, вообще, в целом, вот, когда находки какие-то находятся, состояние, конечно, похуже, но она и постарее будет. Нормальная сохран. Да. А ну, хвастайтесь. Леня. Леня, твое место выбивают. Что на ее место? Деньга, смотри, лень сохран. Сохран какой. Зачем я вас сюда привез, господа? Выбейте все мне монеты. Все, вот она. Держи, поздравляю. Нет, шикарная монета. Ну, сохран такой же, как это. На самом деле, ребят, ну, мелочь, ну, такие эмоции, первая находка. Ну, не считая этой крышки от водки. Приятно, короче, в общем. Нет, тут чистое место. На самом деле, я вот заметил по опыту. Ты вот первую монету выкапывал, у тебя так сразу ловко-ловко. А я, короче, там, минут пять разрывал целый котлован. И вот эта штучка очень сильно помогла. Спасибо большое. А пошли еще снимем сигнал. Да, идем. Да, 80. Отличный сигнал. Ну, такой же, как потом и первый с тобой копать. Вот смотри, то, что я не говорил, видишь, 80, черно, четко. Это монета, да, типа? Ну, скорее всего. Да, может быть, и ложка какая-то алюминиевая. Кто же его знает. Скорее, ложка алюминиевая, бьет примерно таким. Да. Да, либо какая-то медяшка. Ну, так нельзя, да. Так нельзя делать. Так можно повредить. О, все, уже смотри. А что это такое? А это от снарядок какой-то кусок. Ну, это цветной кусок. Ну, вещь с резьбой. Это не монета. Ну, бывает и такое, ну, что делать. Нашим ложим в кабарницу. Так, ребята, закапываем за собой котлованчики. Можно сказать, укололся. Сейчас перекопаю весь лес. Показал Сереге, что есть у меня вот такой пинпоинтер. Пинпоинтер Марс, маленький металлоискатель. Вот. И решили, Серега, сделать для вас такой конкурс. Потому что многие подписчики не имеют возможности приобрести себе полноценный металлоискатель. Либо вообще приобрести хоть что-то, с чего-то начать, начать поиски. Вот. Поэтому, ребят, подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылка в описании. И пишите прямо сейчас на ютубе комментарий, почему именно вам нужно начать поиски. Почему именно вам нужно начать это хобби кладоискательства. И самый интересный, Сергей со мной выберет. Да, и мы отправим вот по всему миру вот такой вот пинпоинтер от компании Марс МД. Извини, перебью. А им отдельно тоже можно, получается, искать. Да, им можно искать. Но вообще основное это как вот это. На пляже. Да, на пляже. Это как целеуказатель. Ну, даже при копе очень удобная штука. Я уже, ребята, сегодня сам убедился, чтобы руками вот так землю не перерывать. Я люблю бес копать, вот именно заземляться. А мне уже не понравилось, уже руки грязные. Поэтому, ребят, пишите комментарий. Самый оригинальный, самый хороший. Вот выберем мы вместе с Серегой. Вот. И отправим вам вот такой вот пинпоинтер. И не забывайте подписываться на инстаграм трейсера Сергея. Ну, и, конечно же, на мой. Ссылки в описании. Решили поменять немножко локацию. Шли вот так, знаете, вдоль дороги. И сразу же просматривали дорогу. 76. Ну, это если монета, то такая копеечка, некрупная. Да нет, мне кажется, что это просто кусок рванины. Я думаю, что это обрывок военный. Ну, мое мнение. Ну, вообще на дороге что угодно может быть. Дорога же сейчас есть. Она, скорее всего, и раньше была. В смысле отпечаток? Ну, вот. Ну, это военная. Ну, я же говорю, что военная рванина. Ага. Ну, видишь, кусок от снаряда. Такое чувство, что ты ночью тут все это позакапывал. Потому что только что там тоже копали. Там кусок фольги был. Я не снимал. Алексей говорил, что там кусок фольги. Вот это, кстати. Видно, понимаешь? По гадографу видно. Ну, то есть. И если сигнал слишком чересчур сильный, то, да, показывают. Я понимаю, что это крупнее, чем монета. Ну, и понимаешь, по нюансам сигналам. То есть, современные металлоискатели дают нам понимать, что находится до того, как мы копнем. Конечно, копать надо все спорные сигналы, но, как говорится... Вот как я услышал, звенит, я копаю. Я даже не знаю, что там. Но давайте, ребята, докопаем уже. Не, минус 50. Это железо. Не повезло. Да там плюс явный был. Мы что-то закопали обратно. Попробуй. Все, нету. Убежала. Короче, не наша эта находка. Все, какие прогнозы? Что там может быть? Думаю, крупная, наверное. А у тебя такой же этот искатель? Да, да, да. Тоже как эта фирма Рутус? Да. Ну, что, хорошо выглядит. Да, хорошо. Привет. Опа. Ой, так это нормально, кстати. Нормально, да. Смотри. Колесико от лампадки. От керосиновой лампы. Там какая-то гравировка? Да, да, там можно посмотреть, приблизь. Колесико от лампочки. От керосиновой старой. Да, вот еще вижу, это шлицы остались такие. До войны. Вена. Вена. Австро-венгерская лампа. Именно колесико. Фитиль поднимать. То есть, видишь, все, что хочешь, может попасться. Вот, смотрите, плюс 70. Это монета, да, должна быть, по идее? По идее, четкий сигнал цветной. Монета. Все шутняк. А серая банка. О, что-то нащупал. Ух ты, смотри. Да ладно. А ну, покажи. Что там, пацаны? Медаль какая-то советская. С эмалями даже. С гвардия написано что-то. Красиво, а ну, покажи. Слышь, они вообще номерные были. Это бойцам вручали. Там сзади, по идее, номер должен быть. Это военные? Да. Эмали целые. Эмали. У тебя есть дип-пакет? Нету. Так нету, нифига. Все в карман. И закрутка на месте. Да ладно. Ну, что, я поздравляю. Смотрите, закрутка. И там, может, номер даже есть. Слушай, вот тут раньше номера писали. Если это военные, ее можно очистить будет. Так ее можно легонько капнуть чем-то, чтобы ржавчину убрать. Закрутку открутить и посмотреть, кому она выдавалась по номеру. Слушай, из-за песка даже этот остался. Прикинь. Все эмали остались. Можно я попробую облечить? Конечно. Можно я попробую облечить? Конечно. Нет, нам надо, короче, будет это. Находки вот такого плана, фалеристика, они интереснее, чем любая монета. Ну да, это интереснее будет. Потому что, ну, как бы, значки, это очень интересно. Все, ребята, вторая уже такая, можно сказать, более-менее интересная находка. Что-то монетка, она пришла... Да, серебро, е**ть! Серебро, смотри! Да ладно! Серебро! А, 10 копеек, Николая! Серебро! Да, 1907 год! Подожди, стоять! Там отпечаток! Отпечаток, ты видишь? Да, я прозвоню. Типа рядом еще может быть? Да, так глянь, вот смотри. То есть монета, а тут еще сверху лежала монета. А, то есть отпечаток от другой монеты. Это мог быть царский кошелек, Николайский. Нет. Тут надо шурфануть сейчас. Да, я шурфанул. Может, его занесло там еще? А, он уже цирина пошла, смотри. Вот это прикол. Ну, это поздравлю. Нет, что-то ничего не может. Красава. 1907. 1907, да, 1907. Ну, я уже доволен. Вот о чем я тебе и говорил. Что, ну, ты не знаешь никогда, где найдешь, а где потеряешь. Я сегодня нашел. Что вы нашли тут? Золото. Выпала копейка. Золото партия. Это до реформы, до 61-го года. Военная может быть? О, 37-й год. 37-й, можно? Да, конечно. Это точно золото или медь какая-то? Ну, мы называем это золото. Реально, золото партия. Золото партия. Да, это алюминиевая бронза. Блин, я думал, реально золото. Так, ну, знаешь, как радуется. Ну, посмотри. Ну, реально, классно. Я реально, блин, удивился. Думал, нифига себе золото. Ради эмоций. Золото спасибо большое. Нет, то находки нет. Вот находка. Да, сейчас сезон такого золота как раз начинается. О, вот находка. Вот тут это находка. Вот это самое ценное, что я сегодня нашел. Напишите в комментарии, что с этим делали. Это пуговица, наверное, наградная. Да, да, в натуре наградная пуговица. Пять дырочек, немецкая пуговица. Это пуговица для мундира. Ты что, не выкупаешь? Я в карман нашел. Третий рейх у немцев такие были. Да, я в карман нашел. 81, видишь, чистый сигнал рисует. Вот, кстати, я смотрю, так на обочине уже не первый сигнал. Посмотрим. Ага, о. Ну, честь, какая большая. Двундель, двундель. Царица Пандей. И сохран нормальный. Да, но уже изображение так с той стороны. Не, ну, сейчас я протру. А какой-то год, 917-й? Две копейки, 1817 год. Ничего себе. Ну, сохран классный, смотришь. Ну что, ребята, наконец-то у меня уже тоже находка есть. Я уверен почему-то, потому что сигнал такой явно хороший. Я уже начал нервничать. Все что-то находят, а я только одну монету нашел. Ничего себе монета. Нормально, это из этого. Вот печки, вот эти колосники. Да, да, да. Из-за того, что здесь село было, мы же идем в сторону, где дома были. Серега, иди, наверное, вперед, ты хотя бы что-то найдешь, потому что мы выбираем. Ну, мне кажется, тут плюс был сигнал. Все, ребята, бегу вперед, а то сейчас все мои монеты выкопают, которые я не нашел. Серега сейчас ничего не найдет. Я даже найду, я вам отдам. Она зачаруется в хобби, скажем. Не, ну я уже доволен. Я почти сразу одну монету нашел. Я вообще ожидал, что будет что-то поменьше. Смотри в камеру, камеру смотри. Фамилия, имя, отчество. Все, уже природа засыпает. Скоро мы такого уже не видим, ребята. Наслаждайтесь последними лучиками солнца. Алексей говорит, что мы уже приближаемся к хатам. Да, вот смотри, шиповник, это дичавшие кусты розы. Роза, когда дичает, ее не пересаживают, она становится шиповником. Вот где есть шиповник, где есть крапива, это были старые хаты. О, вот она, вот она. Смотрите, даже без металлоискателя нашел. Это польская типа или что? Нет, это царская Россия. Вот двухлавый орел. А ну какие там буквы? ВС. Нормально. 20 копеек, тысяча дюйс СПБ. 14-й год. Санкт-Петербургский монет. Это серебро типа? Это серебро, времен Николая II. Кстати, очень красивая монета, поздравляю. Сохран вообще песня. Четко видно изображение, все. Леха, видел? Что там? Серебро. Ну, вообще, офигеть. Сохранящая, глянь какой. Слушай, ну песок, Николая. 14-й год. Не, ну я поздравляю. Сегодня главная... Это уже вторая монета и медаль. Главное, я не напиваюсь сегодня, потому что... Я обычно серебро обмываю, реально. Ну у меня завтра съемки, так что сегодня точно не буду напиваться. Ну это круто. Да, все, ребят. Там Серега нам потихоньку, так сказал по секрету, у него 6 литров водки в машине. Поэтому мы сейчас обмоем. Смотрите, ребята, какие красивые мухоморы. Я, конечно, в грибах не спец, но знаю, что это мухомор. Это мухоморчик. Показывай, что ты нашел, пока мы тут... Леня что-то нашел и не хочет показывать. Смотрите, на канале Коростышевский копатель. Какой еще может быть находка? Коростышевский винзовод. Только так, это моя находка. Все, ребята, все увидели следы кабанов диких в грязюке и не захотели здесь даже звонить. А я вот тут что-то нашел. Можешь подержать камеру? Да, давай. Сейчас покажу вам, как я буду ковыряться в говне. И посмотрим... Ух ты! Чем это все закончится? Песочек. Выкопал, выкопал. Взял? Да, я уже нашел. Часы? Не, я не знаю, что это. Давай покажу вам ближе. Это медный поясок? Нет. Это часы какие-то. Это вообще какая-то... Клим. Дома на стенку поешь. Да. Вот тут, вот тут, да? Да, где-то тут. Керамика вылезла. Это керамика, это типа, с вот этих лечиков старых, да? Вот так. То есть это свидетельствует, что мы сейчас у кого-то во дворе находимся. Но на самом деле, ребята, здесь куда, короче, не махни. Вот этим... Все звенит. Все звенит, короче. И нужно все копать, копать. Вот у меня тоже 80 только что было. А нет, от того, что я пнул кустик. Ловко приловчился, не ложить на землю сразу. Кого? Лопату? Не, не лопату этот, металлоискатель. А пригорный, ну конечно. А то я постоянно, короче, я еще не приловчился. Четыре года копаю, конечно. Что-то выкопали, но уже начал подкрюкать. Дальше мы берем пин. Включаем. О, что-то и в ямке, что-то и сверху. Может там несколько монет? Я же не говорю, что монет. А, вот как вы говорили, вклад серуна, это когда? А, ну это когда несколько, да. Кто-то сел, и у него все монеты высыпались. Ну еще глубже, смотри. Ну, не четко звучит, так что не обещаю монет. Скорее всего, это... Не, ну если такая же глубина, то по практике, то ничего хорошего. Обычно на какой глубине бывают монеты? Да, ну вот, до штыка. Культурный слой, так сказать. Да, ну конечно, где дом, вот здесь мы на месте дома, то это может быть и глубже. Опа, опа, опа. Что там? Пятак. Пятак. И керамика пошла. Керамика и... Это крутая монета, типа? Да, еще есть, еще есть. Ладно. Так. А куда их, подожди, давай сюда их, куда-то. Бля, это, либо клад, либо... Либо пан, либо пропор. Либо кошелек какой-то, да. Ударил. Это они типа медные были? Да, ударил он. Бля, с двух сторон ударил. Так, а ты думаешь, я виноват? Подожди. Води пином. Слышишь, звенит еще она, да? Да, еще там есть. Слышь, аккуратно, надо руками, чтобы не ударить. Смотри, керамика из нее. Я не пойму, что это. О! Это что такое? Это тоже керамика? Это что-то с дома, наверное. О, еще, смотри. Дай пинпойнтер, пожалуйста. Ого, что это такое? Это дорогая монета, пятак? Вот если так знать кому-то, сколько стоит. А тут какой год? 183. 783. Какие вы сказали? Леха, дорогая эта монета? Вообще, такие пятаки, они примерно... Баксов 25-30. 25-30. За один? 25-30, да, за один. Но ты находил ТМ-овский, да? Я находил ТМ-овский, да. А что, ты звенит тут еще, типа? Да, вот тут вот. У вас пин есть. Да, у нас пин есть. В стенке. Давай, 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 давай. У него прям заклинило, так пищит. О, еще один. Это кошель, походу. Да, кошелек. Ты 100% кошель. Типа кто-то спрятал или потерял? 1771, смотри. Точно такой же, только вот другой, да? О, Лех. Третий. Третий. Это 100% кошель. Глянь, еще и керамика идет. Хотя нет, подожди. Слышь, может кладу. 1792. Три штуки есть. Давай. Вот это, вот это вот, парни. Лех, 20 тысяч. Глянь, керамика. Может быть, там целый горшок такой был, короче. Ну, может быть, сейчас будем смотреть. Давай я прозвоню. Ну, а ты. Да, с другой стороны, если б я нам, ты видишь. Еще, смотри. Еще, ложи. Еще, четвертый. Четвертый. Да, ты шо, глянь. Вася, это клубка. Давай, раскапай. Ну, ты руками, Вася, нельзя их царапать. Ты шо, гонишь? Офигеть. И вот тут еще звенело. Вот тут, вот тут. Шо, ребро торчит, да? Еще, керамика. Вот, нет? Смотри, вот это шо? Глечик, что ли? Блин. Дергай его. Еще керамика. Ты же, где тут была? Смотри, ребята, четыре таких пятаки, да, правильно? Да, пятаки. Пятый. Пятый. Вот тут, да, звенело. Вот тут. Керамика. Ты шо, приборослились? Офигеть. Кидаемся, доставай водку, шестой пятак Я бы не сказал, что это склада, потому что сохран разный А клад это если бы они вместе лежали и сохран лучше был Оно было в зеленой такой платине Дно горшка Походу горшок да был закопан? Вообще не знаю, надо расширяться, надо копать борщу в яму Я думаю тут надо метра два все обкопать вот так, да? Вон смотри торчит, Тань Вот смотри подожди Или это, вот видишь? Я думаю видно Да видно Подковырнуть его Сломал керамику Какая разница я тебя прошу Вон еще керамика Да вот, ого Да хрена ты ломаешь Да какая разница, нам что керамика нужна? Не просто если это действительно наклад, то ценится с целым горшком Давай откопаем, не спеши Вот она все сигналит Как мне тогда достать? Ты хочешь монеты? Подожди Подожди Вот во первых вот тут вот Да, вот тут я говорил звеняло Ну отойдем Ну и там внутри еще Пин звенит Упало Упало Есть еще один Седьмой Еще пищит, смотри он пищит там Давай я буду по негонечку обкапывать это все Да подожди надо аккуратно, ты же говоришь Ты сейчас лопатой монеты поцарапаешь Я хочу присоединиться к этому процессу А можешь этой штукой поводить? Да пищит, пищит еще Надо лопату Блин, а сколько их может быть там вообще? Ну по 200 монет находили И по 300 находили Блин пищит, ну Давай пока тут пройди Керамику, блин опять сломал Сломал? Смотри Еще один, да? Такой седьмой или восьмой уже? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь Тут прям пищит, смотри в стенке Надо аккуратно, руками, потому что сейчас лопатой их поцарапаешь А керамика пищит или нет? Нет, керамика не пищит Вот тут в земле прям, смотри А ну как тут проведи эту Илюк, Рутусом прозвони Есть еще, да? Ну, мое, мое А покажи, как показывает Надо расширяться Ровные линии, ровные линии Ровные линии Давай, давай пиль Офигеть Расширяемся, слышишь? Так подожди, а как ты расширяться хочешь? Ты сейчас лопатой монеты заденешь, ты шо? Ну я сбоку буду копать, а шо? Ну давай попробуй Подожди, может пином спрятать им прозвенеть? А ну стоп, подожди Вот смотри, вот тут короче снизу и вот до этой стенки Вот сюда надо копать, вот сюда копать, где я ногой показал Прозвание вот это все Глянь, тут керамика А ну подожди, уберила потом Вон все сигналит, Глянь, весь угол Смотри, весь угол Давай я буду обрезать его А кто сигнал вообще нашел? Алексей Так Глянь, как кладу уделить будем? А сейчас давай Тихо, мы сейчас А стой, сейчас монеты заново закопаешь Вот они тут лежали Восемь штук должно быть Два, три, четыре Еще где-то одно не хватает, восемь было Два, три, четыре, пять, шесть, семь Восьмая где-то должна быть, вот Давайте их вот отдельно положим где-то Охренеть, вот это находка Раскапывать полностью, ну по-любому тут надо копать, все Я блогер, я не копаю Илья, надо раскапывать все, это фигня Да почему, надо руками ты же гонишь Ну как ты будешь руками вот это копать? И стоимость монеты сейчас убиваешь Так я не бью по монетам А типа если лопатой коцаешь что? Ну конечно, монеты поцарапаны и все Надо руками, надо брать щетку какую-то и разгребать это все аккуратно Ты сейчас лопатой тупо угробишь артифей Дай мне руту, то есть я прозвоню и буду копать там где низведи Да, вот как раз вот этот угол и вот эту стенку надо короче Смотри, вот тут Лех, вот тут еще попробуй это Лех, попробуй еще тут поводить Оно тут пищало мне кажется тоже Там же монеты, вы убрали монеты? Я убрал монеты, да Вот тут оно пищит и вот тот угол Не, может копнуть надо Смотри-ка Есть? 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 Смотри Смотри прикол Глянь Дно горшка Блин, это полном горшке А сколько в горшке может быть монет? В таком горшке, ну монет, я думаю, наверное 200 может поместиться запросто Так они разные Но тут разные все горшки Тут какая-то слава Слушай, а может это хата была? Тогда вы ж на хате походу копаете, тут такое возвышение Это разные горшки, глянь Они все цветы, все разные цветы Это не клад Это может скорее всего нычка какая-то маленькая была Кошкошель На чердаке что-то Ну все равно уже, смотрите, 8 монет нашли Илья Давай, все, я понял Здесь? Слышь-то горшок идет Глубоко, надо лопатой копать Я пацанам по-хорошему немножко завидую Я тут тоже ходил, но, короче, не нашел этот сигнал По монетам, ну Подожди Это что, шкараб Спар какая-то? Может это она извиняла А может в ней там что-то не действует Все, пацаны расходитесь, тут уже нет монет Ага Подожди, доставай А там что? Доставай Это не монета, все, идите отсюда Доставай, аккуратненно Давай там копать, там монеты Вот тут Короче, все понятно Давай договоримся, как Влад делим Да давай сначала выкопать Давай сначала договоримся, как делим Так поровну делим, мне кажется Вот тут что-то есть А ну, ударь по-верху Сними вот этот верхний шаг Сейчас будем рукой аккуратно Вот так нормально Теперь вот так, оп На себя И вот этим пинпоинтером пробуй Пинпоинтером пробуй Перегруз, ну это все Надо его выкопать Так перегруз, это как раз таки в центр клада Так вы что жерстянку выкопали? Так мы еще его не выкопали Бля, еще Вот это сейчас мы уберем А вот что там звенело в углу там А теперь пробуй Пробуй Мне кажется это уже все Это уже такие могут быть вот эти сигналы Да не Ну Надо все сигналы Короче, надо снимать Это тот кварт رrete Г heard Мне кажется нужно будет здесь ребята всю хату вот так копать Давай попробуем аккуратно выкопать может руками Чтоб не разбить горшок Так вот походу целый горшок ребята И он звенит кстати Я сейчас попробую аккуратненько его выкопать Горшок целый Я сейчас попробую его отрыть руками А ну Сениель Вот, получается, дно горшка. Да, да, дно, дно горшка. Так он здоровый. Его надо раскопать. Я руками аккуратно. А это другой, это другой. Вы копаете его там, короче, пока я горшок. Ты сломал? Нет, это другой. Это другой горшок. А, да, в натуре этот. Он уже был сломан лопатой где-то. Все блогерами стали, достали телефон. Но я тогда тоже буду снимать. Копайте сами. Вот, смотрите, ребята. Пацаны, кладуха, походу. 8 пятаков. 8 пятаков. Идет керамика. С нами Серега. Снимаем все это. Все, копа не будет, я так понял. Мы тут и осядем до ночи. С ручкой кусок горшка. Я горшки забрал бы. Посмотри, какой он жирный был. Глянь. Это все же люди вручную делали, да? Это где-то 17-18 век. Еще один. Вот, смотри, кусок какой-то. Глянь здоровый. Прикиньте сколько мы их лопатами уже поломали. Может в каждом горшке было по пятаку. А ну стоять, смотри, я его сейчас поддену. Ты его сломаешь, они очень хрупкие. Вау. Переверни. О, ручка. Еще одна ручка. И монета. А не, показалось. Офигеть просто. Вот это эмоции. Вот это копатель коростышевский нас привез. Смотрите. Горшков накопали. Это такого накопали. Расширяемся. Все. Но это жестко в натуре. Он вообще как-то вот форма его сюда заходит. Он звенит и чистый. Его форма сюда заходит. Горшок. Да. Он сломан еще чуть-чуть, я знал. Вот звенит, смотри. Что ты звенит? Во, во, давай. Не, вот, вот, вот. Что там? Вот левая залезяка. Давай. А ну, отройте горшки. Но все равно надо обкопать очень хорошо это место. Смотри, он звенит. Смотри сюда. А-а-а! Клад уху, Вася. А ты смотри. Кать, ну клад уху. Смотри, мне вот это больше радует. По Екатерине горшки. На, потыкай, пином. Горшок звенит. А вон еще горшок есть. Да, он звенит. Что, серьезно? Да. Ну его, короче, я хочу целиком откопать. Мне кажется, вот в этом горшке как раз таки монеты все. Блин, крутой горшок. Блин, я в себе такой горшок даже крутой. Ну там каждому по горшку. Так надо целый откопать. Давай и... Он чуть-чуть коснутый. Да? Закосали мы все. Ну возможно это даже не мы. А если его с другой стороны поддеть? Попробуй, он очень нежный. Как профессионал роешь. Глаза горят, понимаешь? Горшокий звенит. Это же вообще капец просто. Дно горшка звенит. Так, восемь монет. А он тут поломан. Он поломан и все. Он уже был поломан. А потрогай его. Потрогай вот это. Как? Это на телефон. Вот здесь звенит. Под ним звенит. Давай. В коррозии что-то. Какаясь металевая залезяка. Блин. Под горшком может. Это возможно какой-то погреб был. Но все равно мне кажется это место нужно очень хорошо окопать. Да, надо окапываться. Так глянь у нас яма вообще минимальная сейчас. Ее надо расширить. Вам опытным копателям виднее. Но мне кажется яма уже здоровая. Еще давай. Я думал монета уже. Да, ты так радуешься. Так я горшкам больше рад. Так а что ты с побитыми горшками будешь делать? Ну вообще для того чтобы делать рамки вот это вот ну блин. Это клондай. Я себе на этот самый на магаз положу внизу выложу. Вот класс. Я отсюда не уеду пока мы тут 2 метра глубиной яма не уйдут. Нашли еще один горшок. И опять звенит. Это реально ну капец просто. Каждый горшок звенит. Очень красивый он наверное при жизни был. Так он при жизни вообще был огромный. Ну да да. Раз. Еще высокий явно был. На Илья там в горшке там что-то звенит. Все ребята пока что монет никаких не находим. Но все время что-то звенит. Еще горшок звенит. Горшки сами не звенит. Там что горшок в горшке? Ага. Типа матрешки. Ты видел? Реально горшок в горшке. Стоите горшков. Короче ребята итог таков. 8 пятаков. Уже минут 15 ни одной монеты не достаем. Зато смотрите сколько нагребли керамики. И сигналы есть. Но надо короче делать большую-большую яму мне кажется. Да надо раскапывать. Это все красиво. Очень красиво. О, вон что там. О, пятак. Есть, есть. Еще один. Из той же серии да? 1778. И керамика он сверху смотри. Екатерина вторая. Девятый пятак пацаны. Ну что давайте раскапаемся. У меня сердце болит. Да подожди ты. Ты рубаешь реально керамику дядя. Ох там она хрустится. Да ты керамику ломаешь. Ну что отхрустит. Вот что то есть тут. А понятно. Железо. Вот вам горшок. На лови. Давай. Снимаешь? Давай. На. Что реально? Подожди. Сколько пепла. Сколько пепла. Сколько пепла. Сколько пепла. Это с пулемета. Это с пулемета. С пулемета реально дизь. Лови. Вот так вот. Это реально с пулемета. Вот он сюда становился. Я понял. Объясни мне. Как может быть керамика. По 18, 19 веку. Монеты по 17 веку. Еще и пулемет сверху. Это с пулемета. Серьезно. Это натура. Как? Вася ты за что? Я что то не могу сопоставить. Эпохи да? Каким это образом. Вот это все. С одной ягодой. Красные грибочки не ели. И смотри вот какой то пепел. На самом деле. Давайте вот эту всю землю прозваниваем. Адеть этот пинпоинтер. Дай пожалуйста пинпоинтер. Сейчас уже не будет. Пожалуйста я буду им звонить. Включи зеленый нажми. Смотри вот он. Кто пятак? Восемьдесят шесть. Точно. Сюда. Вот. На. Десятый уже. Десятый юбилейный. Все надо в глубь копаться. В глубь копаться надо. 1772 год. Ну короче они все там 1700. Так это слушай кошель скорее всего. Или хаты тут была. Слышь может это немецкий нумизмат какой то. Слышишь? А в то время это ценная монета? Конечно. Это корова грубо говоря. Ничего себе. Вот еще один. Вот. Давай давай лопату. Дай лопату. Давай. А ну позвони. Забери лопату. Вот здесь. Да не лопатой давай пином. Я же говорю рутус покажет. Рутус покажет. Где высотой. Ну давай. Давай давай давай. А кирамики сколько просто пипец. Не. Уже рукой. А. Еще один. 1775. Глянь. Еще что то пищит. Это уже сколько? 10 или 11? Это уже 11 пошел. Больше десятка уже. И еще что то пищит. Давай раскапывать ребята. Да я прибором понюхаю. Да я прибором понюхаю. Ну тут пищит что то. Да. Да железо что то в перемешку. Вот это железо и пища. Да. Еще? Нет тут 40. Тут уже советские монеты. Илюха ну не откладывай. Надо именно тут в глубь копаться. Меняешь. Меняешь. Одиннадцать монет пацаны. Одиннадцать монет времен Екатерины второй. Вот это все это одиннадцать коров. Это стадо коров было. Закопал стадо коров. Так отойдите дайте я позвоню. Это целое состояние можно сказать было. Это прилично. Так а хрен знает сколько там его еще лежит. Это мы 11 выкопали а там все сигналит глянь. Давай раскапывать. Что делать? Мне кажется вот тут надо копать. В основном монеты тут находились все. Вот тут где то. Ну копайте пока сигналов нет. Ну смотри вот сколько мы. Полчаса минут 15 копали ни одного не было. А потом хопа сразу два или три подряд. Три подряд сразу. В любом случае надо тут короче бляха. Пока до Китая дырку не докопаем никто отсюда не уйдет. Надо углубляться где то на метр полтора на самом деле. Еще и в шире. Скорее всего это я уже. Да. Я думал это был погреб. Нашли диски. Я теперь вообще не знаю что это такое. Каким это образом. Так а что в хате диск делает? Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Нет а хата могла сгореть еще до войны типа. Либо во время войны. Либо во время войны. Либо во время войны. Огоршки лежали на чердаке. Огоршки по наследству передавались там. Пока я снимал ребята контент для тиктока нашли уже 12 пятак. Короче все пока до Китая не докопаемся мы отсюда не уйдем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Все копаем дальше пацаны. Может менее активно копаем. Мы же можем пропустить что-то. Да нет мы потом прозвоним. Тут главное сейчас просто углубиться. Ну горшки мы уже поломали. Ну они кстати многие уже были поломаны. Да они поломаны изначально. Я думаю что были целые. Не ну когда-то они были целые. Стой, стой, стой. Давай расширяй все. И нужно прозванивать уже или потом туда кучу накидаем? Да, да, да. Бери прозванию, бери Рутус прозванию сверху брустер. Просто мы так все монеты сейчас прощелкаем пацаны. Ну как то да надо прозванивать Рутуса. Смотри он у него звенит. Заставили. На пин. Блогера миллионника копать яму. На пин. Ну ничего. На самом деле когда ребята находят столько монет. То хочется копать, копать и копать. Вы главное успевайте это все быстро разгибать. Потом челлендж заснимешь. Копаю монеты 24 часа. Вот это челлендж был бы классный. Керамика идет. Так можно тут копать 24 часа в чем вопрос. Что если будем вот так периодически находить монеты. То можно и 48 и 72 копать. Ну что да уже давно не находи. Что то там еще там есть. Ну диск по КПШ. Да что то есть. Подсними. Что там? Керамика. Не не керамика. Оооо. Оно все в пепле каком то. Как будто эта хата горела когда то. Ну конечно горела. То есть мы сейчас выгребаем кучу получается. Вот так вот по кругу все выгребаем. А потом прозвание. Может быть куча сильно большая будет и мы можем не прозвонить или нет. Ну слушай. Надо периодически прозвание. Сейчас 30-40 сантиметров ты так возьмешь. Просто сейчас укапывается. Да 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 да. Пока культурный слой идет. Так там культурный слой идет и уже не культурный. Хочется не культурно выражаться. Уже метр в слое идет. Да как будто пустой звук как будто там что то закопало. Блин. Адреналин есть? Ну что адреналин у меня уже как то это. Азарт такой просто. Нереальный. Смотри и пепел же. Вот смотри. Это горело все. И что тут может быть не пойми. Поначалу мне казалось такой звук как будто там какой то погреб под досками. Все меняемся. А ты сколько лет вообще копом занимаешься? Я? Нет ты. Я уже 5 где то. 5-6 лет. А самая ценная какая у тебя находка была? Ну самая ценная это золото на пляже. Там много? По мелочи. 13,5 грамм. Ну нормально. А из монет вот самая ценная типа? Из монет тоже. Ну не считай вот этого случая. Или это не очень ценные монеты? Ну это как не ценные. Это ценные. Это минимум от 25. Ну примерно где то реально 25-27 долларов одна монета. У нас сколько? 13 монет 207. 12 вроде. Или 13. Сколько? У меня 6. И у меня 6. 12. 12 монет. 270. Чуть-чуть-чуть. Короче. 300 долларов. Ну больше чуть-чуть. Если округлим 300 долларов. Да. Нормально. Самая ценная была я находил 10 рублей Николаевский. 1897 года. Вот керамика крутая. Я их туда отдал за 520 баксов на то время. Круто. А что значит тут это твое? Илюха копатель. Деда обманыватель. А это я. Мне друзей подарок от улиток сделали на Днюху. А что именно деда обманыватель? А я копаю просто стадион. А есть дед ковар. А ты деда обманываешь? Обманываю деда. Сейчас еще копаем. Сейчас два. Если не будет больше сигналов. Ну что. Будем консервировать яму для лучших его времен. По пятам более десятка пятаков собрали. 12 штук если неправильно. Или 13. В общем сейчас выкопаем яму. Потом закопаем. Потом придут другие чуваки сюда. Найдут какой-то сигнал. И заново будут ее раскапывать. Не другие. А другой. Я знаю его даже. Я даже видел где-то этого чувака. Да. Опа. Что там? Еще один. Это горшок. Это возможно остатки горшков создают такой звук. Как будто там что-то просто та. Ну ты же понимаешь. Тут не угадаешь. А вдруг следующий горшок будет полный. Ну да. Ну то есть поэтому очень. Ну монеты же не из проста так взялись. Ну да. Явно что они не по одной их разбрасывали. А в что-то их ложили либо заматывали. Ну тут непонятно вообще. Что эти писки значит? Ну это 80. Но что-то в черный закидывают. Надо копнить здесь. А как ты понимаешь что в черный закидывают? Я вот например думал 80 это монета уже. Видишь он в сторону. А если прямая это цветной металл. Все я понял. Я сегодня сколько зря там на дороге копал. У меня постоянно кривые были. Поэтому я монет не находил. А как его отсюда выбросить? Грязные руки. Чистые деньги. Грязные руки. Залог успеха на копах. Вон она. Черная вот эта штука. У кого чистые руки тот вон. Как Леня ничего не нашел. Ничего не получится с этого клада. Либо копает в перчатках. Половина моя по закону. По закону. По закону. Закон кополя. Закон коврада. И так ребята. Вот такая яма. И вот такой итог. Сколько? 12 да по итогам? 12 атаков времен Екатерины 2. Глянь сколько керамики разной. Мы конечно с радостью откопали бы еще штук. 50, 100, 200, 300. Но просто нету их больше что-то. Мы тут не успеем. Поэтому что пацаны. Что Бог дал то в карман. Вам спасибо. И убегает. Убегает. Лови его. Раскапывать конечно ребята было весело. Но пришло время все это дело закапывать. Ну все. Можно сказать что яма закопана. Но такой она уже никогда не будет. Потому что там недостаточно 12 пятаков. Сейчас пройдет чуть-чуть дождик. Еще приедем. Еще подкопаем. Сейчас керамику заберем. Я себе возьму чуть-чуть. Лень ты будешь брать? Возьму трех. А что вы с ней делать будете? Ну ладно ты в магазине на витрину положишь. Ну я положу на витрину. Оно для подделок. То есть впереди монеты. На заднем фоне керамика. Очень добавляем. А тебе зачем она? Рамочка. Берешь внизу вот часть горшка. Здесь сцепишь монеты. И такая композиция. 3D. 3D композиция. А я их просто возьму. Потому что мне делать нечего. Мне ничего не достанется. Я копал их. Что они экспозиции. Да не надо. Давайте пацаны так чтобы по честному было. Мне честно керамика вообще не надо. Я просто беру пятаки. А вы деребаньте керамику. Нормальное предложение такое. Тебе понравилось да? Нет. Абсолютно. Короче. День был очень классный. Леха большое спасибо тебе за то что. Да пожалуйста. Свозил меня на коп так сказать. Ввел в курс дела. Как это все дело. Так держи. Ты на вот этот нашел да? Типа вот этот класс? Да. Короче я признаюсь. У Лёни покруче конечно. Лёни альтер. Тоже у него этот рутус? У него рутус только альтер лучше. Я короче честно говоря немножко укололся. И я хочу себе типа металлоискатель. Это считается в принципе профессиональный или не профессиональный? Это уже профессиональный. Тут есть и гадограф, и спектрограф, и векторограф. И ВДИ число. Настройка на грунт. То есть и многочастотность. А у Лёни ты говоришь покруче немножко. У Лёни вообще 71 частота. Поэтому Лёня тут. Лёня можно тебя на секундочку? Лёня всех. А ты мне какой порекомендовал? Такой как вот этот? Ну на судей не хватает. Альтер конечно покруче. Да. Лёня. Чем твой круче рутус, чем мой рутус? Ну у тебя средний в линейке рутуса. У меня топовый. Альтер 71. Что значит? Что у него частота настраивается от 4,4 кГц до 18,4 кГц. Я честно уже могу себя называть профессионалом копа. И скажу что мне это вообще ни о чем не говорит. 71 возможная частота. Я понял. Это самый топовый прибор. Советую этот. В общем просто так. Я понял. Короче ребята пишите комменты. Понравился вам видос или нет. Мне честно копать очень понравилось. Я забираю как и обещал. И я хочу себе приобрести какой-то металлоискатель. Буду что-то искать. Бегать. Кстати Ксива. Покажи мне Ксиву. Забыли тебе за Ксиву сказать. Лёха и тебе благодарность. Я ссылку на твой магазин оставлю. Спасибо большое. Напомню что у нас кто приобретает металлоискатели там у Ксива идет в подарок. Ксива сейчас. Ксива кстати это неотъемлемая часть. Вот такое вот посвящение. Она не обязательно но. Громадская организация пошуковый исторический клуб. Вдруг если в какой-то фирме уже неадекватно попадется и начинается что вы там какая-то лицензия. Так хотя бы Ксива и уже есть шанс нормально с человеком договориться. С органами местного управления с арендаторами с лесниками. С музеями с официальными археологами. В общем ребята мы тут собрались и на лопату скинули все что мы нашли. Ну что вы скажете нормальный улов не считая пятаков. Отлично. Отлично. Очень вкусно. Рекомендую этот лес. Шикарные находки. Так давайте еще раз. То есть мы нашли 12 таких пятаков. 12 пятаков двухмарочник немецкий. Пуговица такая. Пуговица такая. Три серебрушки вышло. Гвардия значок. То есть в принципе. Даже если пятаки не нашли уже классно. Я нашел серебро. Каждый нашел по серебру да? Да кстати. У меня пробка серебряная. Я двадцатку нашел 25го года. Да я нашел 10 копеек 1907го. Вон они лежат. Ну в принципе красиво. Двух или сколько это? Две марки. Две марки с киндербургом. Тридцать девятый год. Хорошая монета. Отлично. Как тебе? Понравилось? Мне в принципе очень понравилось. Ребята пишите в комменты вам понравилось или нет. Потому что мне очень понравилось. Кстати напомню там про конкурс. Не забывайте пишите в комменты. У нас конкур с пинпоинтером. Достань его. Разыгрываем вот такой вот пинпоинтер. За лучший комментарий. Также ребята пишите. Комментарий пишите. Кто хочет заниматься копом. Почему вы хотите заниматься кладоискательством. Вот такой вот. Я вот например уже понимаю что это очень полезная штука. Да. Подписывайтесь на. Желтенький чтоб не потерять. Держи. Да. Подписывайтесь на мой инстаграм. Подписывайтесь на инстаграм Сергея Трейсера. И пишите в комментариях под этим видео. Зачем вам нужен этот пинпоинтер. И зачем вам нужен это хобби кладоискательства. Если вы действительно напишите мне что я действительно поверю. Что вам нужен этот пинпоинтер. Я с удовольствием его отправлю. Правильно? Все правильно да. Так что всем желаем успехов пацаны. Спасибо. Goodbye. Ну а с вами был Сергей Трейсер. Всем ребята до новых встреч. Всем пока. Пока.